Беседа 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 В этом ничего плохого. Или книга Толкина «Властелин колец» и другие, тоже четырехтомник, где мы встречаем демонические сущности, где мы встречаем всяких хоббитов, гномов и так далее. И вот ничего страшного, это фантастика. Нет, дорогие мои, это страшно. Это есть приучение детей к колдовству, к магии, и приучение их пониманию, что это ничего страшного, что это даже хорошо. Вот Гарри Поттер, он герой. Он колдун. И нет ни слова о том, что колдовство – это всегда общение с миром падших духов. Это всегда получение беса-помощника. Это всегда отрицание истинного Бога. Это всегда отречение от Христа, от благодати Божьей и полное предание себя демоническому миру. Когда человек вступает в общение с сатаной, Бог, благодать Божья полностью от него отходит. И человек попадает под полное влияние этих злых духов. А злые духи могут только разрушать и разрушаться. Они не в состоянии ничего созидать. Даже своих служителей они и то уничтожают в конце концов, потому что в них есть только злоба, голая злоба и ненависть ко всему роду человеческому. И то же самое происходит и с колдунами. В конце концов, только злоба и ненависть. И сколько раз ко мне приходили пострадавшие люди и говорили, ну это же колдунья моя бывшая подруга, мы всегда были в хороших отношениях, почему же она мне так сделала, что я заболела? Почему же она так навредила моему сыну? И не в доме к тому человеку, что не может колдун делать добро, и не может он не делать зло, и что он вынужден это зло делать тому, кто рядом с ним. У меня был такой очень интересный случай из моей практики. Знакомая одна женщина жила в доме, и ниже этажом жила ее колдунья. Но эта колдунья была преподавателем университета государства на Санкт-Петербурге. Бургского университета. Кафедры, значит, философии, видимо, когда-то марксистско-ленинской. А как она стала колдуней? А вот ее обманул любовник, ушел от нее, видимо, с другой женщиной, и она решила ему отомстить. А чтобы отомстить, она взяла книги по черной магии и стала насылать в нее там всякие заклинания, как-то пытаться воздействовать на его фотографии и так далее, и так далее. Не знаю, насколько она ему навредила, но она стала слышать голоса. Потом сущность эта стала являться ей и заставлять ее колдовать и делать зло. И если она отказывалась, она начинала ее душить даже физически. И она показывала на шее следы, синяки от удушья. То есть, она стала рабой этого духа. Колдун не может не делать зло. Его заставляет делать это бес. И не случайно вы видите изображение Баби-яги, как скрюченной старухи, страшной на вид и страшной лицом. И вот в конце жизни все ведьмаки и колдуны становятся примерно такими же. То зло, которое они совершают, отражается и на их лице, отражается и на их теле. Все они корявые, узловатые, как правило, горбатые, страшные. Пока еще они в молодости занимаются этим. Это нет такого страшного сильного отпечатка. Но с течением времени этот отпечаток все больше и больше откладывается на их лицах. И от них уже дышит смертью, от них уже дышит холодом преисподней. И это, дорогие мои, не исключение. Это факт, который всегда и во всем повторяется. Хочу вам сказать, чтобы вы внимательно следили за своими детьми и за тем, что они читают, и за тем, что они смотрят. Потому что есть целая программа, программа, которая подпитывается долларами США и СРУ по разложению духовного здоровья русского народа. И которая не только работает в области сект. Многие секты зарубежные финансируются тоже СРУ. Она еще работает в форме оккультизации сознания не только России, но и народов всего мира. Бога нет, но есть мир оккультизма. Бога нет, но есть мир магии. И пробудить в человеке вот эти так называемые спящие в нем природные силы, чтобы у него появились сверхъестественные так называемые резервные возможности, эта проповедь раздается по всему миру. И у нас этим занимается такое движение, как Нью Эйдж, Новый Век, которое утверждает, что мы якобы вступили в новую эру, эру Водолея, когда у человека, у всех людей будут пробуждаться сверхъестественные способности. Какие? Экстрасенсизма, телепатия, телекинеза. То есть те качества, которые проявляются у человека под воздействием мира падших духов, под воздействием бесов. То есть каждый человек должен получить себя беса, стать беса-человеком, одержимым, обладающим этими способностями. Но никто так не говорит. Говорят о том, что новое, неопознанное, особенное, сверхъестественное дарует вам это движение. За сим же лежит одна страшная истина, чтобы все люди стали покорны этому магическому воздействию. Ну что же такое магия? Должен вам сказать, что любая магия – это активное использование связи с миром духов. Многие приемы магии экстрасенсорики являются только различными приемами вызывания духов и манипуляциями по защите самих магов от вышедших из повиновения духов злобы. Занимающиеся целительством часто используют особую мантру «Восточное заклинание», где призывают «великую беспредельную силу» войти в них, чтобы сделать своим проводником. По сути дела, это призывание беса, чтобы он вошел в душ экстрасенсов и действовал через него. Во время посвящения и инициации дипломированному экстрасенсу магу дается индивидуальная мантра, то есть личный демон-помощник. Личный демон-помощник. А что собой вообще представляет мантра? Тоже, дорогие мои, очень такое важное и интересное значение. Мы с вами слышим часто разговоры о мантрах, слышим разные мантры, в частности, вот мантра «Оум» и так далее. Мантра – это действительно заклинание, это формула, при помощи которой человек вызывает определенного демона. Если, например, существует мантра «Оум» – восточная, распространенная, и человек, войдя в транс, постоянно ее повторяет, то он весь начинает вибрировать, весь организм, созвучно этой мантре, и он открывается для воздействия этого падшего духа. Вот если мы возьмем такое движение восточных религий, как кришнаизм, кришнаиты, да, у них есть такая мантра «Хари Кришна, Кришна Хари», да? Одно из переводов это означает «Кришна – черная благодать», то есть призывание черной благодати, зла, значит, которое должно сойти и действовать через них. На самом деле, вот все эти мантры, они не безличны. Они помогают человеку войти в определенное состояние, при котором он открывается для воздействия мира падших духов. То же самое имеет в своем основании и такое сектантское движение, как ритмология. Когда человек повторяет какие-то фразы постоянно, которые внутренне не имеют никакого значения, входит в их ритм, входит в их вибрацию, и открывается якобы для космических энергий, которые должны его исцелить. Ничего подобного. Это есть демонические силы, которые воздействуют на его душу. И вот такое практикуется во многих сектах и во многих движениях и у многих так называемых докторов. Вот заговоры, они тоже являются паролем, своеобразным паролем, при помощи которого вызывается из мира падших духов демон, и который должен воздействовать на окружающий мир по просьбе того, кто его вызвал. Заговоры являются всего лишь условными знаками, формулами обращения к бесам за помощью. Каждый заговор есть условная форма определенной просьбы, определенной просьбы, поэтому они разные. Это своего рода код или пароль, понятный только тому, кому он предназначен. Для бесов важен сам факт обращения к ним человека в словесной форме. Только свободное личное обращение позволяет им получать все большую и большую власть над сознанием человека как такового. Теперь давайте посмотрим. Такие же бывают заговоры. Вот самые простейшие, например, от укуса змей, от волоса, которым болеет человек, от грыжи пупковой. И причем часто ими пользуются даже верующие люди, которые говорят, а мы ничего плохого не делаем, мы только лечим. Мы лечим. Ну что же плохого? Вот есть у ребенка грыжа, да? Вот мы там что-то пошептали, она и прошла. Укусила корову-змея. Бабка что-то там причитала, поговорила, она и прошла. Что же здесь плохого? Ведь мы пользу делаем. Дорогие мои, вот как раз здесь самое страшное. Под видом пользы происходит соединение человека с миром падших духов, происходит открытие его души для воздействия мира падших духов. И часто при этом приходит бесовселение в человека, который открылся при этом. Ну сами вдумайтесь, вот почему, если произнести какой-то набор глупых слов, должен пройти уку змеи. Или если произнести какой-то набор странных слов, должно пройти пупковая грыша. С какой стати? Почему? Ведь это невозможно. Однако это происходит. Значит, мы здесь имеем дело с иными мистическими силами. Вот для примера я вам приведу один заговор. У меня на приходе долгое время жила такая баба Анна, которая пыталась лечить заговорами. Когда я пришел, я ей решительно запретил. Говорю, или не ходи в церковь и признайся, что ты занимаешься бесовщиной. Ну и занимайся, но Бог здесь ни при чем. Или открикайся от них. Нет, говорит, я ничего плохого не делаю, я лечу. Ну, говорю, расскажи твой заговор, как ты змеи заговариваешь. Вот она говорит, я читаю следующий заговор. Выйду помолясь, пойду перекрестясь, на Киян море, на Буян камень. Там сидит баба зубатая, пупщит, ропщит, вели заговор изминный яд. И там идет перечисление каких гадов, от чего. Я говорю, убери это бабу зубатую, которая пупщит и ропщит. Без нее, говорит, не получится. Да дело даже не в этой бабе-то зубатой, а дело в ритме заговора. Ритм, энергетический ключ. Вибрация, которая вызывает демона-беса-помощника. И тот воздействует на животное и помогает, нейтрализует змеиный яд. Но за это он получает власть над душой того человека, к которому он пришел. То же самое можно сказать о пупковой грыже. Когда заговаривают пупковую грыжу, в большинстве случаев грыжа не проходит. Как мне говорили врачи-хирурги, она просто уходит снаружи-внутрь. Но она там остается. Видимость исцеления. Зато судьба человека, которого носили заговаривать к бабке, она открыта для воздействия сил демонических. И еще раз повторюсь, я прослеживал судьбу тех людей, тех детей, которые носили к бабкам лечиться. Ни одной счастливой судьбы я не видел. Кто алкоголик? У кого в семье крайняя неудача? У кого трудности в жизни и с работой? Большинство из них не ходит в храм, ни церковные люди, ни справятся, не причащаются. Вот результат, так называемое лечение. Душа открыта для воздействия бесовского. Хорошо, если еще бес не вошел в эту душу, а только воздействует. Но воздействует в такой степени, чтобы не допустить человека до спасения. Страшная расплата за сомнительное исцеление. Дорогие мои, мы должны понимать, что в этом мире ничего просто так не бывает, что за все надо расплачиваться. Вот так же расплачивалась эта баба Анастасия. А как она расплачивалась? Потом она стала старой, ее забрала дочка к себе, она умирала. Я прихожу к ней, говорю, покайся, отрекись от своих грехов. Я ни в чем не грешна, я делаю только хорошее. Когда колдунии и, так сказать, подобные бабки приходят на испыть, они всегда отрицают свою греховность. Они всегда святые. Все вокруг грешники, все вокруг виноваты, но только не она. Там никогда не бывает покаяния, или чисто формальное. Ну что делать? Не хочешь? Не хочешь, я ушел. Полгода она не ест, не пьет. Гниет заживо, уже черби ее едят, по телу ползают. Не умирает. Орет благим матом день и ночь. И вот однажды вечером, темно уже было, я подошел к колодцу, и меня не видели, я стоял за деревом, услышал разговор. Приехала другая колдунья, тоже известная, которая говорила одной женщине, «Приехала я Анну отпустить. Возьму-ка я у ней, а то долго мучается. На следующий день я узнаю, что эта старуха умерла. А что случилось?» Эта колдунья пришла и взяла у ней беса-помощника, при помощи которого она творила различные магические чудеса, заклинания и те самые наговоры. Только тогда они могут умереть, когда они передадут этого беса-помощника, или особым образом они там разбирают избу, половицу, читают там особые заклинания, чтобы бес ушел и вошел в кого-нибудь другого. Без этого они умереть не могут. Такой же подобный случай произошел и с одной моей знакомой, монахиней, которая ехала в поезде и увидела военного, который вошел в купе, достал бутылку водки, быстро выпивает один стакан, потом второй, хватается за голову и кричит, что делать, что делать. Она ему говорит, ну, может, я вам помочь? Вот, ты можешь. Ты монашка, ты, наверное, знаешь. Вот, у меня умирала бабка. Все говорили, что она колдунья. Но я-то этого не верю. Я полковник. Нет ни Бога, ни черта, ничего нету. Вот только материя есть, водка есть. А это все ерунда. Ну, я приехал. Она говорит, возьми, внучок, возьми. Я говорю, чего взять? Зачем взять? Ну, давай. Я только эти слова сказал, она и умерла. Она умерла, я ее захоронил. Поминки отметили, выпили. И вот, говорит, третий день в моей голове голос. Взял, делай. Взял, делай. Взял, делай. Что взял, что делай. А вот, смотрите, атеист, агностик. И он берет беса-помощника, которым пользовался бабка-колдунья. И бес заставляет его колдовать. Но он-то не знает, как. Он-то не знает, что. Но он не может ничего сделать. Он не может от него отвязаться. Бес с ним будет долгое время, если не всегда. Понимаете? И будет его мучить. И заставлять творить зло. Вот таким образом, каждый колдун, каждая бабка, которая заговаривает, наговаривает, они всегда связаны с миром сил демонических. А многие спрашивают, а почему вот эти колдуны, бабки, которые заговаривают, или экстрасенсы, к которым приходишь, имеют иконы. Некоторые из них даже посылают креститься. А некоторые даже читают молитвы. Дорогие мои, иконы висят для того, чтобы человек открылся. Ведь каждый из нас имеет естественную энергетическую, благодатную защиту, покров Божий, который разбить и разрушить не так-то просто. А вот когда мы приходим к этому колдуну или бабке, видим иконы, мы внутренне раскрываемся. Потому что иконы, церковь, это значит положительное, это значит Бог, это значит зла, оттуда нельзя ждать. И человек раскрывается для этого воздействия, и на него гораздо легче воздействовать. Второй момент. Чтение молитв. Дорогие мои, что такое вообще молитва, и чем она отличается от загора, нагрого, или колдовского обращения? Молитва – это есть беседа человека с Богом. Это ваше обращение к Всевышнему. Ее результативность зависит от вашей веры, от вашей веры, от вашей жизни, живет ли вы по западу Божьему или нет, от того, полезно или не полезно вам просимое, и от того, своевременно оно или не своевременно. Видите, четыре самых важных момента. Если же какой-то из этих моментов не работает, ваша просьба может быть и не услышана, и не исполнена. А что такое магическое действие? Это когда вы произносите определенное заклинание, совершаете определенное магическое действие в строгом ритуальном порядке, и вне зависимости того, верите вы, не верите, грешите вы, не грешите, оно сыграет свою роль. Просимое может быть исполнено, но какой ценой? Ценой, конечно, связи, с миром демоническим. Так вот, когда человек просто бормочет определенное количество слов, даже употребляя имя Божие, это не молитва. А если, когда человек еще и переставляет слова молитвы, это издевательство над молитвой, святотатство. И вот это святотатство и как раз дает особую злодать, то есть особую бесовскую силу колдунам, которые, попирая веру Божию, которые, измываясь над святыней, творят свое зло. Почему некоторые колдуны или бабки или экстрасенсы посылают, прежде чем начать свое действие, людей креститься? Да потому, что некрещеный человек и так принадлежит бесовскому миру. Потому, что некрещеный человек и так является добычей адова. А вот крещеный человек, имеющий благодать крещения, он принадлежит Христу. И вот отнять его у Христа, надругаться над крещальной благодатью, поизмываться над образом Божиим. Вот это дьяволу доставляет великое удовольствие. Поэтому он и посылает человека креститься с тем, чтобы посмеяться над святым крещением и над образом Божиим человека. Вот почему мы видим такие посылы. Кроме того, еще раз повторюсь, психологически они раскрывают нас. Мы начинаем верить, но разве человек посылает дня в церковь, разве может быть что-то плохого от этого? Если человек посылает дня креститься, разве можно ждать от него какого-то зла? Оказывается, можно. Никогда дьявол не является в своем подном облике. Он всегда является в виде ангела света. И всегда говорит человеку, я хочу тебе добра, я хочу твоего спасения, я хочу наделить тебя великими силами с тем, чтобы человек поверил и открылся и покорился ему. На сегодняшний день из-за мистической неграмотности наших людей, из-за того, что многие наши люди занимаются йогой, восточными единоборствами, а занимаются различного вида экстрасенсорикой, увлекаются философией Елены Рерих, огней йогой, балавадской, спиритизмом, магнетизмом, через все, астрологией, то есть различные виды оккультизма, через все это они открываются для воздействия сил демонических, и бесы просто или вселяются в людей, или имеют над ними свою власть, делают их одержимыми, то есть постоянно находят человека, но иногда отходят от него, и большинство людей нашего времени являются людьми духовно пораженными, имеющие определенную порчу, то есть испорченность духа, открытость для воздействия сил демонических, кроме того, это может передаваться наследственным образом, если родители занимались оккультизмом, обязательно и дети их открыты для этого воздействия, обязательно и дети могут получить соответствую бесопомощника, если родители занимались йогой, то через эти занятия также дети будут раскрыты для воздействия демонического, если родители совершали смертные грехи, блудили, занимались наркоманией, ругались над святынями, через это благодать Божия отступает от них, и дети также, лишаясь благодати Божией, открыты для воздействия сил демонических, а демоны, как вы знаете, имеют свою специализацию, одним нечистым духом больше нравится пребывать в блуде, другие нечистые духи больше любят серебролюбие, то есть любовь к деньгам, к имуществу, третьим нечистым духом больше нравится алкоголизм, винопитие, четвертый больше любят чревоугодие, объедение, пятым по нраву гордыня, самолюбие, вот таким образом они и распространяются по людям, в каждом разогревая свою страсть и через эту страсть овладевая душой человека. Недаром святой Григорий Богослов говорил, что наши страсти суть демоны, Антоний Великий говорил, бесы не имеют тел, мы являемся их телами. Вот когда человек становится страстным, когда человек живет ради этой страсти, он становится инструментом, через который нечистый дух наслаждается определенной страстью. Он является его телом, он, недаром алкоголики иногда в состоянии белой горячки видит эти нечистые сущности и очень часто являются одержимыми. Вот приду не так давно, недавно перед отъездом случай из моей священческой практики. Ко мне приходит один человек, жена, которая очень верующая, сам он вроде бы столер, выпивающий, но не скажу, чтобы он пьяница полный. И вот его жена убедила, он говорит, я хочу бросить пить, помогите мне, я готов дать обет трезвости. Но он не церковный был для этого человек. Я говорю, а ты понимаешь, что это такое, что без помощи Божьей, без молитвы ты не сможешь удержаться? Нет, я хочу дать, я удержусь. Ну, хорошо, давай читай молитву. И он начинает читать молитву, стоя около аналой у креста Евангелия, в котором он отрекается от алкоголизма, от пьянства и дает слово перед крестом Евангелия, этого больше не делать. Когда он доходит на определенное место, он весь начинает трястись. Он начинает трястись, весь начинает аналой трястись. Он зеленеет и находится в состоянии же обморока. Мне приходится взять святую воду, окропить его, отвезти от аналоя. Он садится, говорит, что со мной было? Что это происходит? А я говорю, ты не понимаешь? Он говорит, нет. Ну, почитай еще раз. Он начинает опять читать эту молитву, и на этом же месте опять его начинает трясти, и он почти падает в обморок. Потом садится, да, говорит, что ж такое? Да вот бес, которому ты служил, он начинает тревожиться. Как это ему вдруг придется покинуть такое удобное и хорошее тело, такой удобный инструмент для усложнения грехом? И вот он тебя трясет. Прежде нужно воцерковиться, исповедаться во всех своих грехах, начать читать утренние и вечерние молитвы, поститься и уже причаститься, и уже после этого воцерковления дать обет резвость. Тогда будет тебе идти помощь. А пока ты просто сосуд, в котором живет этот нечистый дух. И так множество людей, алкоголиков, вот даже я помню при храме некоторые из них работают, и вдруг видишь через какой-то срок лицо его начинает просто темнеет, чернеет, просто беса не находит, он требует пьянки. Если вот в этот момент он не выпьет, там рюмку, бутылку пива, он обязательно сорвется и запьет. Обязательно. Вот как только он выпьет эту рюмочку, если ему дать, он еще три дня работает. Потом опять. То есть нужна постоянная подпитка этого беса алкоголя. Нужно, чтобы постоянно был алкоголь в крови, постоянно хоть немного улетворялась эта страсть. Тогда бес терпит. Иначе он начинает мучить человека. Человек уже не в состоянии не пить. Вот бес, который живет в алкоголике. Когда того же алкоголика пытаются исцелить при помощи различных оккультных приемов, например, кодирование, сейчас распределено, закодировать. А что значит закодировать? Как бы ввести в подсознание человека формулу выпьешь, сдохнешь. И на основании этого страха, который лежит в подсознании человека, человек как бы не пьет. Но бес-то же не отходит. Беса никаким программиром не уберешь. А что же происходит? Бес меняет специализацию. И вот когда человек кодируется, после этого, как правило, в нем пробуждаются другие страсти. Или страшная гордыня, или страшная ленность, или становится страшно скупой и серебролюбивой, что жена говорит, лучше бы ты пил, чем ты стал таким. Понимаете? Или какая иная страсть, более сильная, чем страсть пьянки. Просто бес сменил свою специализацию. Понимаете? Поэтому никакие кодирования, никакие бабки, детки никогда исцелить алкоголика, наркомана не могут. Что они могут сделать иногда, чтобы бес сменил свою специализацию. Из одной страсти перешел в другую, при котором душа человека безусловно будет гибнуть. Дорогие мои, очень много сейчас развелось экстрасенсов. Слава Богу, вроде бум прошел, но вы все помните, как выступал Кашпировский по телевидению, да, как он лечил, скажем так, людей, и когда миллионы наших сограждан тупо смотрели в телевизор, надеясь, что часто у них вырастут новые волосы, пройдут все болячки, они станут крепкими и здоровыми. Что же на самом деле происходило? А происходило страшное. Происходило зомбирование нашего населения, происходило магическое воздействие, причем здесь используется гипноз наяву. После сеансов Кашпировского стало людей, подверженных гипнозу, в четыре раза больше, чем было до этого. И поэтому по телевидению стало легко внушать, как голосовать за Ельцина, как принимать ту или иную программу, легко манипулировать сознание и психика человека. А вот я вам приведу только некоторые данные профессора, доктора медицинских наук Лебедева, который исследовал около двух тысяч людей, которые лечились у Кашпировского. Он пишет, что 63% зрителей, надеющихся на помощь селителя, почувствовали резкое ухудшение состояния здоровья. Резкое ухудшение. Другие 14% после некоторого улучшения заболели вновь, еще в более резкой форме. Остальные 22% получили духовный вред, сказавшихся на их жизни позже. Ни одного исцеленного, ни одного человека, у которого болезнь не возвратилась вновь. Но это же, естественно, не может бес лечить. Он может создать, вот как у 14%, видимость того, что болезнь прошла. Он может убрать симптомы болезни, загнать болезнь внутрь. Потом она явится еще в более сильной форме. При прямом контакте некоторые экстрасенсы пользуются другими варварскими, магическими, оккультными способами. Переключает болезнь, то есть энергетику со здорового органа на больной. Больной орган поправляется, зато другой здоровый забывает в гораздо страшной форме, более страшной форме. Например, человека лечили от печени, печень вроде как поправилась, но через полгода он умирает от инфаркта. Ну разве? Печень-то здорова? А что инфаркт? Ну так все в жизни бывает. Нидарам Джунта Дашвили, это известный экстрасенс, который и сейчас проживает в Москве, и у которых у нас вся политическая верхушка лечилась, начиная от Брежнева, так сказать, до Ельцина в свое время, заявляла в интервью журналу «Огни Болгарии» в свое время, когда ее спросили, а почему ваши пациенты так быстро один за одним умирают? Она говорила, а что вы хотите? Я на них натягиваю только шегренивую кожу здоровья. Если они потом не каются, я здесь ни при чем. Она себе совершенно четко выдала шегренивую кожу. То есть, с одной стороны натягиваешь, а с другой стороны оголяется. Почему же ни маги, ни колдуны, ни бабки не могут вылечить болезни? Дорогие мои, то, что болезни часто всего имеют мистический хорни. Можно выделить две основные группы болезней. Первая группа болезней – болезни естественные, возникающие у нас в результате нарушения законов природы. Например, вот час холода на улице, если я выбегу в одной майке, меня продуют, и я простужусь. Я потом не буду говорить «Бог меня наказал». Почему же меня Бог наказал? Наказал, может, что ума не дал, что я голым выскочил. Такого закон природы, что я не могу голым ходить. Я должен соблюдать его, чтобы не болеть. Если не соблюдаю, я болею. Вот здесь болезнь естественного характера. И, конечно же, она исцелима врачебными методами. И как раз экстрасенс может при таком случае воздействовать на человека, подкачать его демонической энергией и способствовать ее прохождению. Но есть большинство болезней имеет мистический характер. За что люди болеют? За грехи. За свои грехи. А очень часто это происходит. А почему? А очень просто. Срабатывает закон духовной жизни. Не то, что Господь вот слить, вот ты нагрешил, заболей. Нет. Совершенно не так. Просто автоматически включается механизм уничтожения и заболевания человека. Вот я вам сейчас хочу прочесть очень интересные научные исследования как раз в этой области, которые произвела значит доктор наук значит академик Татарникова. Вот очень интересные ее данные. Оказывается, доктор медицинских наук академик Татарникова в статье «Будь здоров, а слава Богу» пишет, что сильная печаль, уныние вызывает у человека повреждения таких органов, как легкие и толстая кишка. Чрезмерная радость нарушает работу сердца и тонкой кишки. Длительная тревога вызывает нарушение желудка, селезенки и поджелудочной железы. Избыток страха вызывает нарушение мочеполовой системы. Гнев вызывает застойные явления в желчном пузыре и образование камней. Она отмечает, что никакими аутогенными тренировками не снимаются эти болезненные связи. Знаете, вот прямая зависимость, страсть, заболевание, да, которое включает механизм внутреннего просто самоуничтожения человека, кроме прямого попущения, потому что когда человек грешит, от него отходит защищающая благодать Божия, и на нее еще может оказываться мистическое воздействие демонических сил. Сейчас очень много так называемых мнимых духовных оккультных болезней. В народе это называют порча, сглаз и так далее. Когда у человека болит какой-то орган, но на физическом уровне это заболевание не обнаружимое. Вот, например, в первом медицинском институте в Санкт-Петербурге проводилась как раз конференция среди врачей на очень высоком уровне, на уровне завкафетра, завотделениями, кандидатов медицинских наук. Огромное количество больных поступают в жалобы, например, на печень. Принимает полное обследование человека, а печень здорова. А она болит. Что же делать? Когда человек принимает духовную терапию, то есть кается, изменяет образ жизни, исповедуется, печень полностью исцеляется. Как раз на этой встрече присутствовал такой практикующий священник, монах, который занимается отчиткой, отец Иосиф. И он рассказывал, что у него были случаи, когда после отчитки не только проходили болезни, хронические заболевания, как желудка, так и сердце, но даже раковые заболевания проходили. Даже раковые заболевания, которые были вызваны воздействием демонической сущностью. И когда человек менял свой образ жизни, когда человек каялся, то после этой отчитки изгнания беса он полностью исцелялся. И таких случаев было много. Особенно это много встречается в области душевнобольных. Много людей психиатрической больницы являются бесноватыми, одержимыми. Но поскольку наша психология современная не верит в присутствие иного мира и отказывается считать реальной сущностью бесов, она их лечит как шизофреников, она их лечит как идиотов, лечит лекарствами, разрушает их физиологию, доводит их до смерти, естественно, не принося им никакой пользы. И меня самого не раз приглашали в психиатрические больницы и просили помочь определить, кто психически больной, а кто бесноватый. И вот когда я над больными читал обыкновенную молитву из вечерних правил «Да воскреснет Бог и расточаться в рази Его». Удивительные случаи происходили. Буквально на моих глазах двух больных в одном из случаев изогнуло дугой, на губах стала появляться пена, они стали кричать «Не мучь, не мучь меня!» Когда кончилась молитва, они сели и пришли в нормальное состояние. Остальные не реагировали. Кто в носу ковырял, кто внимательно слушал, психически больные. Поинтересовался историей болезни одной из этих девушек. Малая девушка училась на курсах экстрасенсов, хотела вылечить свою маму. И вот в один из моментов она встретилась глазами с экстрасенсом, с преподавателем, ее пронизала какая-то дрожь и как будто какая-то сила вошла в нее. И после этого она стала делать все на зло своей матери. Зная, что она не любит, когда она курит, она стала нарочно курить перед ней. Зная, что она не терпит, когда она ругается, она стала ругаться. Потом она стала слышать голоса, потом эти голоса заставляли делать неадекватные поступки, она стала видеть бесов, эти сущности и стала подать в психиатрическую больницу. Смотрите, благое намерение вылечить маму. Чем закончилось? Бесовселением. И вот таких случаев, когда в психиатрической больнице много жертв, как тех, кто хотел стать экстрасенсом, как тех, кто у них лечился, как тех, кто лечился у колдунов и магов, огромное количество. И также много людей, которые иногда попадают в психиатрическую больницу, а иногда живут в миру так называемых контактеров НЛО. Людей, которые утверждают, что они контактируют с высшим разумом, что инопланетяне диктуют им, как спасти нашу цилизацию от гибели и как спасти все человечество. И такие люди пишут целые трактаты, целые статьи, другие люди рисуют пейзажи, довольно прилично рисуют, третьи пишут стихи, кстати, довольно неплохие стихи. Кто они такие? Что с ними происходит? Это люди являются проводниками демонических сил, которые вошли с ними в контакт и через них совершают так называемое творчество. У меня есть специальная работа, которая называется «Духовная основа творчества», где прослежено творчество многих писателей, многих поэтов, художников и ясно выделено, как очень часто через них действует демоническая сила. Она водит их рукой, они под ее диктовку пишут различные стихи. Недаром Анна Ахматова со временем заявляла легко писать стихи, когда их диктуют. Вопрос, кто диктует? Или диктует благодать Божья, великая сила Божья или мир падших духов? И вот, когда человек соглашается на это, открывается для этого, то вот многие художники, многие поэты, многие музыканты и музыку через это пишут, являются проводниками демонических сил, энергии в наш мир, который наполняется литературой, искусством, музыкой, и поэзией, демонического характера и отрицательно влияет на всю душу человека, разрушающе влияет его. Но характерный пример рок-музыка, тяжелый рок, смертельный рок, смертельный металл. Это очень характерный пример, почему? Да потому, что руководители этих рок-групп, певцы, являются членами Станинских групп. Вот та знаменитая группа Битлз, которую вы все знаете в свое время, да? Ведь Поль Маккартни сам заявлял в 60-х годах, в 60-х годах, когда еще их никто не знал, что нашей группе обеспечен успех. Вот здесь я привожу подробные данные, откуда это? Потому что я продал душу своей сатане за это. И в их музыке, в частности, в их песне «Революция номер 9» просто присутствуют тексты, которые, при обработке которых, тексты, которые включаются в маскировку обратного звучания. Когда начинаешь пленку проигрывать в другую сторону или простинку прокручивать, ты слышишь этот текст, который при нормальной работе не слышен. Там, например, есть заявление «Кури Мури Хуанну». Так вот, все тексты, песен и музыки рок-музыкантов наполнены такими сообщениями. «Занимайся наркоманией», «Занимайся гомосексуализмом», «Кури Мури Хуанну», «Поклоняйся сатане», «Будь проклят покойник», это они так Христа называют, они его даже имя не могут назвать, и подобного рода сообщениями. И, конечно, когда человек слушает такую музыку, он проникается духом сатанинским, этими энергиями, и открыт для воздействия бесовского и удален от Бога. То же самое происходит, когда человек читает книги подобного характера, которые описывают страсти, грубые страсти, которые написаны по диктовку демона. Вот характерным примером таких книг бесом написанных является произведение некого тополя, так называемого постельного писателя, который пишет «Россия в постели» и другие вещи, где вот эти блудные, сладострастные вымышления, которые диктует и показывает этот бес, он выливает на бумаги, а потом обрушивает на чувства читателей, «Оскверняя, загрязняя и растлевая их душу». Тоже часто мы видим во многих произведениях Мапассана, который был более неизлечимой болезнью, сифилисом, уже ничего не мог, но вот бес через него, через воображение вот эти постельные сцены рисовал и прогулам читателям. Когда читатель их читает, он исполняет с этой грязью, нечистоты и открывается для воздействия демонического, для воздействия мира падших духов. Дорогие мои, до сих пор существует миф и говорят о том, что вот в церковь нельзя ходить, там много народа, вот ко кресту прикладывается, можно заразиться, много микробов, да, а значит, к иконе тоже нельзя приложиться, при чате за одной чашки и так далее, и так далее. Вот я вам прочту опять же исследование другого кандидата биологических наук Черновой, которая просто пишет о том, как она провела эксперимент, то есть она взяла, значит, смыв с иконы, смыв, так сказать, с креста, который целовала в день Казанской Божьей Матери уже несколько сот человек, потом со святых мощей и на улице с плаката политического деятеля и из грязной лужи. Тут оказывается абсолютно стерильные были и крест, и икона, от мощей вообще исходило такое вещество, такое поле, которое уничтожало все патогенные микробы. Когда она взяла вот этот мазок с плаката политического деятеля, там казалось столько же микробов, сколько в луже, которая была рядом с этим плакатом. То есть благодать Божья, вот эта божественная энергия, она благотворно воздействует не только на душу человека, но, безусловно, и на его тело. Она просвещает, она одухотворяет человека. Совсем по-иному воздействуют демонические энергии, которые изливаются на человека из той же рок-музыки, из тех же художных произведений, людей, которые писали эти картины в состоянии одержимости. А таких породников становится в наше время все больше, к сожалению, дорогие, и все больше. Ну, кстати говоря, сами оккультисты об этом свидетельствуют. Вот есть такая книга Берле «Оккультизм», он сам был известный оккультист, маг, колдун, который просто пишет о том, что должен также доставить, что оккультизм должен нам доставить возможность и средство управлять материей и действующие в ней силами. Он должен нам дать не только способ познакомиться с существами, воплощенными в этой самой материи, и их участие в мировой жизни, но и возможность сообщаться с ними. То есть явно указывает на необходимость контакта с миром падших духов и дальше дает, так сказать, методику, как это сделать и как войти в этот контакт. Ну, для неверующих скажу, что на сегодняшний день наши ученые нашли даже способ фиксировать проявление этих демонических сущностей в нашем мире. Они находятся в мире параллельном и нашему глазу невидимы. Но вот когда они из этого параллельного мира входят в наш мир и материализуются для явления своим людям, их можно зафиксировать. И вот я вам сейчас прочту некоторые данные, когда наши ученые в квартире, где обитал полутергейст, шумливый дух так называемый, то есть бесы, они пытались зафиксировать их явление приборами. И вот что интересно они получили. При помощи термовизоров, чувствительных к инфокрасному излучению в диапазоне длин волн от 5 до 15 МКМ можно наблюдать на экранах мониторов инфокрасные изображения невидимых глазом существ, которые непрерывно трансформировали свой внешний облик от амебообразного или парообразного облака до человекоподобных фигур и зверообразных монстров. Подобное изображение фиксируется в этих случаях на фотопленку, чувствительную к инфокрасному излучению, в ближнем и к спектре, обычно при диафрагме D22 с выдержкой от 40-50 секунд днем до 4-5 минут ночью. Понимаете, вот реальность и конкретность воздействия мира, она даже на сегодняшний день возможно фиксирована при помощи определенных приборов. Но нам не нужны с вами приборы, дорогие мои. Мы очень часто видим конкретной этой реальной жизни. Вот я как раз собирался, когда ехать к вам в Екатеринбург, буквально только вышел из дома, направляясь к самолету, к метро, иду, читаю про себя молитвы, не в облачении, в гражданской одежде, и вдруг за мной идут двое людей, молодых, лет по двадцать, и один из других кричит молитва и хохочет неестественным голосом, молитва ждет. И вот шли они за мной метров триста и непрерывно этот орал басом из него, пока я не вошел в метро. Понимаете, вот, пожалуйста, человек, молодой человек, нормально одетый, ничем не примечательный, но уже одержимый и бес, который в нем почувствовал эту молитву и стал орать, указывая на нее. И вот таких случаев, дорогие мои, очень много. И очень страшно бывает другого, что такие люди не понимают тех последствий, которые приведут их занятие оккультизмом и занятие наговорами и различного рода заговорами. Вот я даже недавно сочинил, не сочинил, а составил рассказ, вот, посвященный этой теме и с тех случаев, которые буквально недавно со мной произошел. И вот, если я сейчас его вам найду, я вам, может быть, даже и коротенько зачитаю, потому что это очень интересный и показательный случай. Вот. Вот это последний из рассказов. И чтобы вы немножко отдохнете. Он называется «Наговор на удачу». Все, что в нем вы услышите, это все фотография с нашей реальности. Татьяну я заметил еще на испыде. Знаете, бывают такие люди, с которыми общаться совершенно не хочется. Сердце вещует, что добра от них ждать не приходится. На интуитивном уровне чувствуешь, что до причастия их допускать нельзя, как будто темное покрывало греха, невидимое для плотского глаза окутывает все их существо. Так было и на этот раз. Среди нескольких десятков исповедников она сразу бросалась в глаза. Опять что-то оккультное, подумалось мне. Из нее излучалось что-то серое, темное, очень неприятное и раздражающее. Подобное чувство испытываешь, когда сталкиваешься с содержимыми, колдунами или экстрасенсами. С мистической точки это легко объяснимо. За этими людьми стоит бес, который или вселился в них, или неотлучно находится с этими несчастными. Но в любом случае приходится сталкиваться и вступать в борьбу с силами зла. А это занятие очень малоприятное. Это можно сравнить с работой тех людей, которые убирают грязь и отходы. Дело для общества полезное, но запах и грязь необычайно противны. Когда она подошла на исповедь, мои наихудшие опасения подтвердились. Это была не только психическая болезнь, но еще демоническая одержимость. В подвале моего дома живет ангел, хранитель, женой. А еще он разговаривает со мной из лампочки или из подушки, на которой я сплю, начала на свой рассказ. Лицо у Татьяны было серое, без выражения, подобно маске, речь монотонная, временами сбивчивая. На Витей было лет пятьдесят, жила одна, муж умер, а дочь ехала в Новгород. Раньше она работала бухгалтером, затем продавцом, а сейчас была просто безработной. Последние два года по рассказам соседей довольно часто попивала вино, но сейчас была совершенно трезвая. «А что они тебе говорят?» спросил я. «Да все хвалят, какая я трудолюбивая, да старательная, что город у меня в идеальном порядке и дом чисто убран, молодец одним словом». «Да нет, мать, не ангелы, это обез, и не помогает тебе, а губит и потешается над твоей несчастной душою». «Да?» казалось, что такому ответу она и не очень удивилась, по крайней мере особых эмоций на лице не было заметно. «А что мне делать?» «Не разговаривать с ним, на вопросы не отвечать и вообще не замечать, как будто собака где-то лает, а тебя это вовсе не касается. Ну и, конечно, молитвы, утренние вечери целиком, Евангелие, Псалтирь ежедневно. Так же возьми в церкви с той воды и весь дом окропи, а главное готовься к исповеди за всю жизнь без утайки, после этого причастишься, поняла? «Да, я постараюсь», сказала она, «Только знайте, что я к вам уже в церковь уже месяц схожу, но все к исповеди никак не подойти, то плохо мне, лежу дома, а когда приду исповедь кончится, то голова во время службы закружится и приходится уходить. Ну вот попастись, почитай молитвы и Бог даст, придешь». Через неделю она опять пришла на духовную беседу, подошла к аналою, руки в карманах, не перекрестилась, «Ну-ка, милая, руки из карманов и перекрестись», сказал я. С видимым трудом она вытащила руки и с трудом перекрестилась, молилась, постилась, что было наказано и исполнено, спросил ее строго, «Ну, мяса у меня нет, вот и не ела, а так, что было, то и кушала». Нет, дорогая, пост – это когда ради Христа себе в пище ограничиваешь, а не то, что есть, то и ешь, а теперь давай исповедуйся за всю жизнь. Огород у меня в порядке, я трудолюбивая, добрая, хорошая, много тружусь, работаю, никому зла не делаю», начала она перечислять свои достоинства. «А что грехов в жизни, то и не было, да нет, ничего такого и не было». Видно, что через прельщеный говорил бес. «Колдуньи, бабки, экстрасенсы, когда, если с каким умом сном приходят на испыть, то грехов своих никогда не называют. По их словам, они святые, безгрешные, и люди их напрасно обижают». «Постой, Татьяна, постой», спросил я, «нечего свои достоинства расписывать, лучше грехи свои называть. Я тебе помогу, аборты делала?» Она кивнула головой. «А знаешь, что это смертный грех, заодно это всю жизнь надо каяться, это убийство продолжил я. А посты в среду и пятницу как посты не соблюдала?» «Нет». «Понятно». «А в праздники, воскресные дни в церковь всегда ходила?» «Исповедалась, причалась?» «Тоже нет». «А матом ругаешься, но людей злобишься, вино часто пила?» «Да». «А говоришь, грехов нет?» «Но сегодня не это самое главное». «Отвечай, заговорами и наговорами занималась?» «Да», сказала она. «Но только не на вред людям, а себе на пользу, чтобы мне во всем удача была». «Ну и как удача?» «Вот у меня огород, растет все хорошо, опять завела на свою пластинку». «Да, огород», прервал я, «муж недавно умер, дочка тебя бросила, уехала, работу ты потеряла, голоса слышишь, бесы на тобой издеваются, как хотят, вот и вся удача. Достойная награда за бесовские загорвы». «Неужели ты не понимаешь, что этими заклинаниями бесов к себе призываешь?» «Отдаешься им в полную власть, и они что хотят, то с тобой делают». «Понимаешь?» Татьяна молча кивнула головой. «Казалось, что-то живое промелькнуло в ее глазах». «Сейчас, повторяй за мной», сказал я, «отрекаюсь пред крестом Евангелем, от сатаны и всех дел его, за горов, на горов и прочей бесовщины, предаю их проклятие, обещая больше этим не заниматься». «Ой, мне плохо, голова кружится», сказала Татьяна. И действительно, лицо ее посерело, она стала задыхаться и хвататься руками за налой, чтобы не упасть. Я поддержал ее и строго сказал «Повторяй». Татьяна медленно, как будто преодолевая чье-то сопротивление, повторила формулы отречения цитаны. Я накрыл ее Петрахелью и произнес разрешительную молитву. «Теперь иди в храм, никуда не выходи, стой и молись всю литургию. Под конец службы подойдешь и вместе со всеми причастившись». Во время службы большая часть Татьяны сидела, была бледна и, видно, держалась из последних сил, чтобы не упасть в обморок. Подходя к чаше, долго не могла правильно сложить руки, вела себя как зомбированная. После принятия святых христовых тайн лицо ей прояснилось, она как божила. Когда Татьяна подошла ко кресту, я дал ей просвор и велел каждое утро есть по кусочкам натощак вместе со святой водой. «Как ты тебя чувствуешь?» спросил я. «Хорошо, как будто бы какая тяжесть с плеч свалилась, но голоса слышишь, теперь как будто издалека и, что говорит, замуж зовет. Это бес инкуб. Если согласишься, то сразу бьет или заставит с собой покончить. Теперь, когда ты от них отреклась, они силы на тобой не имеют, только пугать могут. Не бойся, читай молитвы, и особенно до воскресняет Бог и 90-й псалом. Дома все окропи святой водой, ходи на службы, а потом мы тебя и дома светим». Ночью я проснулся от сильно бесовского воздействия. Страх подступал со всех сторон, сердце сжималось и очищенно билось. Совершив крестное знамение, я начал читать молитвы «До воскресняет Бог», 90-й псалом и многие другие молитвы. Потихоньку, как бы нехотя, ночной страх стал отступать и где-то через час совсем рассеялся. Бесы не могут выдержать долгой молитвы. Благодать их жжет, как огнем, и опаляемой божественной энергией они убираются в мрачные глубины ночи. Вот, дорогие мои, реальность, с которой нам часто приходится сталкиваться. Еще мы должны помнить, что когда человек ведет церковный образ жизни, кается в своих грехах от всего сердца, не совершает смертных грехов, молится и регулярно исповедуется, причащается, никакие бесовские силы, никакие колдовства, ни магия на него воздействовать не могут. Они могут создать страх, вот как было, допустим, в этом случае меня. Они могут, так сказать, вести, попытаться вести человека в какое-то состояние оцепенения, мрачения, но при молитве это все рассеивается. Замечательный пример к тому житие священно-мученика Киприана и Устины. Вы, может, помните это житие, что Киприан был сильнейшим колдуном, магом, а Устина была христианкой, верующей девушкой, которая постоянно молилась и причала святых христовых тайн. И один юноша возлюбил ее и хотел жениться на ней, но она не хотела, она хотела стать монахиней. И вот он пошел к Киприану, магу сильнейшему, и просил, чтобы тот ее заколдовал, вызвал к ней блудную страсть. И вот посылает тот одного демона, но она молитвы отгоняет его, посылает князя Бесовского, который пытается разбудить в ней похоть, но она усилит молитву и пост, и он отходит от нее ни с чем. И когда Киприан говорит, что ж, если ты не смог этой девушке сделать, ее испугался, что ж ты будешь делать, когда сам Христос придет? Разъюрлено, бес стал его душить. И тогда он впервые использовал силу Святого Христа, то ли перекрестился, бес отошел. После этого он пришел в церковь, принял покаяние, принял крещение, со временем стал священником, епископом и пострадал, приняв страдальческую смерть, за Христа от безбожников. После этого церковь признала его святым, ему как раз молятся о помощи от колдовства, магии и от нападения чистой силы. Вот священномученики Киприану и Стена являются покровителями и помощниками тем, кто пострадал от оккультного воздействия или при нападении вот этих сил. Помните, не только бесы могут на нас воздействовать, но и мы на них воздействуем. Когда мы постимся, что с нами происходит? Плоть наша утончается. Бесы они очень вещественны, они заматеризованы, потому что они настолько живут страстями, грубыми страстями, и настолько к ним, с ними жились, с блудом, с шреугодием, с похотью, что, так сказать, когда человек постится и побеждает свое живот, свое требование своего тела духом, его энергии утончаются, когда он концентрирует свои душевные силы на молитве, он проникается благодатными энергиями, и он становится способным побеждать бесов, отгонять их от себя молитвой, крестным знамем с помощью Бога. Вот почему и говорится, что род сей изгоняется только постом молитвы. Если человек не постится, он не в состоянии отогнать падших духов, он открыт для их воздействия, ибо он более материален, чем они. Когда он совершает пост физический пост и тело, совершает пост душевный, не смотрит телевизор, не развлекается, когда он пребывает в молитве, он становится утонченным, энергии его становятся сильными, и он в состоянии отогнать мир падших духов и не быть покоренным им. Вот почему необходимо пост и молитва. И если чего-то не хватает, человек перед этим миром беззащитен как таковой. Так вот, когда человек молится, эта благодатная энергия, которая не сходит на него, жгет этих падших духов, и они не в состоянии долго находиться около того человека. Поэтому, когда начинается искушение, бесовские нападения, вы встаете на молитву, бес от вас отходит. А бывают такие состояния, когда человек не может встать на молитву. Вот он сидит и не может встать, или лежит и не может встать, так устал, так в сон клонит, начни молиться лёжа, начни молиться сидя, и буквально через пять минут у тебя появится энергия и сила встать. Дух, который тебя заставлял сидеть, расслаблял, он не выдерживает и отходит. И человек начинает своё нормальное молитвное правило. Ещё раз повторюсь, мы закрыты благодатью Божию. Если мы церковные люди и у нас нет смертных грехов, мы закрыты. А вот если мы грешим, совершаем смертные грехи блудом, абортами, беспокаянием, чревоугодием, гордыней, то вот эти те каналы, которые дают доступ бесам в нашу душу и способность колдунам, магам, экстрасенсам на нас воздействовать, потому что зло принадлежит бесам. И когда мы творим грех, творим зло, в нас есть то, что принадлежит им, и они на нас воздействуют. Неоднократно мне приходилось испытывать подобные воздействия экстрасенсов, колдунов, магов, которые пытались как-то, так сказать, навредить, привести вред душевный или телесный. Вот даже в церкви это ощущается. Бывает, что приходит вот такой бесноватый человек в церковь, значит, и от него просто исходит вот этот энергетизм нехороший, раздражающий. Все его действия раздражают, он начинает суетлиться, куда-то бегать, что-то наклоняться. Я помню, еще давно как-то был в Печорах, и идет служба, я стою, молюсь просто в храме, и вот какая-то женщина начинает вдруг суетиться, бегать, что-то там всем говорить, и какое-то внутреннее раздражение, так хочется ее поругать, мол, успокойся, что ты здесь суетишься-то, но молчишь, сдерживаешься, и вдруг проходит дьякон, кадит, видимо, он ее знал, и он ее покодил, вдруг на моих глазах человека подымает от земли на метр с лишним, она летит по воздуху метра три, и ударяется в стену, падает и затихает, вот бес ее так поднял и шмякнул просто, это был бесноватый человек, и бес, который в ней вызывал раздражение, так вот, чтобы колдуну на вас воздействовать, ему надо вас вывести из состояния мира и покоя, чтобы вы разозлились, раздражились, разгневались, вышли из себя, и таким образом от вас бы отошла благодать Божья, и ваша душа открылась для его воздействия, пока вы в состоянии мира и молитвы, вам никто ничего сделать не может, как бы они ни хотели, вы для них недоступны, вот почему, дорогие мои, надо всегда хранить мирное состояние духа, всегда быть спокойным, еще, дорогие мои, на сегодняшний день очень многие колдуны, экстрасенсы пользуются прикрытием, так сказать, своей деятельности названиями совершенно иными, совершенно иными названиями, вот есть, например, такой доктор Коновалов, который, я знаю, в Петербурге лечит людей, очень много его книг своих выпускает, как бы учит определенными ритмами, музыкой, определенными, сказать, словами, значит, энергиями, одновременно во время его лекций вдруг появляется энергетический сгусток, который может летать по залу, разбивать люстры и так далее, явление полутергейста, этот человек одержим, этот человек сам того не позревая воздействия на людей демоническими силами, но люди, как бы надеясь на поправку здоровья, веря к нему, приходят, используют свою методику и некоторые действительно даже получают временное улучшение здоровья, но при этом получают величайший духовный вред. Многие люди наше время получают вред, когда пытаются подлечить свое здоровье при помощи так называемой оздоровительной системы Порфирия Иванова, который обучал всех обливаться холодной водой и выполнять так называемую детку. Но многие, может, у вас видели фотографии мужчины с большой бородой, голого, босиком, шагающего по снегу. Вот этот Порфирий Иванов, он называл Христа своим младшим братом. Себя он называл Богом природы, да, никогда не молился. Христиан, которые приходили к нему в среду и пятницу оставлял есть мясо. Это был колдун, маг, человек совершенно далекий от Бога и от веры. Кстати, психически больной, инвалид второй группы по психике. Кроме всего прочего. На последнем съезде Ивановцы обсуждали, сколько нужно вылить на себя воды, чтобы получить эффект исцеления. И решили, выливай хоть рюмку, главное призывай имя учителя. Учитель, дай мне силы. Вот вам пароль, вот вам энергетическая формула, мантра, при которой люди открываются для энергетического воздействия агента Порфирия Иванова, который ныне умер, учителя, который просто воздействует на них бесовской энергией. Вообще, многие Ивановцы, которые занимались по этой системе и призывали его имя, люди, одержимыми, многие из них не могут крестить своих детей. Вот после лекции в Нижнем Тагиле ко мне подходили женщины, говорили, вот три раза я пыталась крестить своего ребенка, крестить, она занималась по системе Порфирия Иванова, и каждый раз у нее поднимается высокая температура, когда проходит время крещения, температура спадает, он не крещеный, просто не пускает в церковь. Как правило, они сами практически не исповедуются, не причащаются, не постятся, не ведут церковный образ жизни. То есть, они открыты для этого оккультного воздействия. Как они попались? На крючок здоровья. Обещали здоровье, обещали исцеление от всего. Дорогие мои, повторюсь еще раз, никакой колдун, никакой экстрасенс, никакая магия не исцелит вас от болезней, которая попущена Богом в наказание за грехи. за грехи. За наши грехи не только мы болеем, за грехи родителей очень часто болеют дети, которые являются продолжением своих родителей. И вот здесь никакой оккультизм этому не поможет. Только покаяние, только перемена ума, только становление другой личностью. Понимаете? И еще, когда Господь нас спасает, Он смотрит не на то, чтобы мы здесь хорошо, счастливо, неболезненно провели нашу земную жизнь. Он смотрит на то, чтобы наша душа сформировалась таким образом, чтобы она могла войти в вечную вечность, чтобы она могла войти в Царство Небесное, чтобы человек стяжал добродетели любви, смирения, терпения, кротости. А для этого часто человеку необходимо и поболеть. Вот он болит и не грешит. Вот он болен и понимает, что он смертен. Вот он болен и начинает задумываться о том, что будет за гробом. А когда он здоров, он тут же пьет вино, он тут же ищет веселье, он тут же ищет развлечений. Для чего часто даже пожилые люди хотят быть здоровыми? А чтобы страсти творить, чтобы получать так называемые радости от жизни. А какие радости? Пить, гулять, блудить, веселиться, танцевать, плясать, развлекаться, жить плотью и снова творить страсти. А старость этому мешает. Вот поэтому надо исцелиться, и чтобы старость прошла. То есть, чтобы дальше продолжать разлагать и губить свою душу. Помните, жизнь дана нам только один раз. И все, что ты собрал в своей душе, все доброго и злого, все возьмешь с собой. И вот это злое, вот эти страстные привычки, вот эти греховные навыки будут тебя тащить на дно адова. Ты будешь гореть в пламени своих страстей. Пока человек в теле, он может изменить себя. Пока человек в теле, он может вытравить, вырвать из своего тела, из своей души все злое, греховное, бесовское, нечистое. Созъездать в себе любовь, созъездать те добродетели, которые дадут ему вечную жизнь. Собрать Духа Святого в свое сердце. Когда он умрет, он ничего не может. Черта подведена, идет воздаяние. Только молитвы, церкви молитвы ближних могут ему помочь. Все. Так вот, Господь как раз заботится о том, чтобы здесь, живя на земле, мы избавились от страстей. Чтобы мы собрали в себе добродетели, которые нам дадут вечную жизнь. Вот для чего нам часто попускаются и искушения, и болезни, и страдания, даже людям верующим. Только верующий человек понимает, для чего этого, кается и меняет свою жизнь, и спасается. А неверующий тоже страдает, но не понимает, злобится, пытается избавиться от своего креста, при помощи колдовства, магии, экстрасенсов, любыми путями стать опять здоровым, опять грешить. Этого не будет. Будет только гибель души. Вот это вы должны, дорогие помните, многие, многие секты на сегодняшний день пытаются вовлечь своих людей, прикрываясь Евангелем. Вот буквально вчера ко мне подошла одна женщина и дала вот объявление такое, называется Школа Лхасы, где, вот я вам прочитаю, очень интересное, Школа Лхасы приглашает вас продолжить курс обучения в нашей школе. Пятая ступень будет проводиться в Екатеринбурге в апреле. Значит, регистрация такого-то апреля, ориентирующая стоимость семинара 3670 рублей, оплата за наличный расчет. Значит, и дается телефон. Значит, тема, тема какие? Три вектора судьбы, техника сладкой росы, техника воплощений, изгнания негативности и так далее, да? В чем суть чистый оккультизм? Все это обучение построено на вере в реинкарнацию, в карму, те понятия, которые начисто отметает православие. Апостол Павел говорит, живем один раз, а потом суд. Христос, когда сошел в ад, вывел души праведников, которые там томились, да? Вспомните притчи Евангелия о богаче и Лазаре. Богач мучился в аду, а нищий Лазарь был в царстве небесном. Четко, ясно, где кто будет по своим грехам. Нет второй попытки. И утверждение, что она есть, глубокая ложь. Так вот, на сегодняшний день пытаются вовлечь людей в так называемые подобные школы. Причем, дорогие мои, при этом используют христианские тексты. Вот раздают такую книжечку, как книга посланий. книга, как будто высший разум, диктует через свою дочь, такую-то, которая является ближайшим к Богу, человеком после Христа, новые, новые сентенции, чтобы человек спасся. Приводится очень много евангельских текстов, а между евангельскими текстами дается та информация, которая имеет чисто оккультный характер. Например, значит, энергетический стержень всего мироздания, что только те люди будут спасены, которые очистятся от отрицательных накоплений, которые будут иметь печать Бога, чья энергетическая оболочка будет чистая и прочная, как щит. То есть, чисто экстрасенсорная терминология, чисто оккультная практика, которая прикрывается христианскими цитатами. Причем эта женщина, которая говорит, что она является прадедником высшего разума, явно одержимая. Она контактер НЛО, контактер нечистых духов. И она пишет то, что ей говорят, то, что ей диктуют. Вот эти названия земляне, мои дорогие, как бы вот Бог через нее вам вещает. При этом прилагается книжечка молитв. Здесь много христианских молитв. Но между этими христианскими молитвами есть несколько заговоров, которые все эти молитвы сводят к нулю. А сказав эти заговоры, человек попадает под их полное влияние. Но самое главное, вот такая молитва. Я вам сейчас прочту. Значит, молитва при возложении десятины. Обязательно деньги надо давать. Десятую часть жертвовать от всего, что ты имеешь. И вот для этого они специальную молитву говорят, прими десятую часть в моих доходах, даны мне по твоей милости. Кому? Вот этой дочери великого разума, да? А если есть квартира, ты ее продай и отдай дочери этого высшего разума. И за это этот высший разум тебя спасет. То есть происходит обман людей. Но при этом они не просто уверяют людей, они просто пожилых людей привлекают к себе и привлекают особым образом. В сектанстве есть такое выражение бомбардировка любовью. Вот когда человек приходит, они его обнимают, они его целуют, они говорят, что он такой долгожданный, что они его так любят, что они все время ждали, когда он придет. Они окружают его заботой. И человек раскрывается. Человек одинокий в нашем мире, который поссорился с родными, который может быть с сыном плохие отношения или с дочерью. Значит, ему хочется любви, ему хочется быть кому-то нужным. А здесь как будто его любят. Он раскрывается душой, и тут он подвергается очень четкой отработанной психотехнике, когда ему в подсознание вводят определенные постулаты этого учения, что спастись можно только через наше учение, спастись можно исполнять только требования нашей секты, здесь только твои друзья, за этой сектой твоих друзей нет, если ты от нас сойдешь, ты погибнешь, все, что ты имеешь, пролежит Богу, а значит, должно быть это дано этой секте. Все, вот как здесь. Я знаю, что многих людей, которые вошли в эту секту, обработав, заставляют продавать квартиры и отдавать дочке этого высшего разума, значит, отдавать свою десятину, имущество, то есть четко текст, секта построена по секте Виссариона. Вы знаете, такой Виссарион есть, так сказать, у него минусийский даже город построен, когда он также объявил себя нововоплощением Иисуса Христа, который пришел и сумел одурачить многих людей, которые продавали свои квартиры, дачи, приезжали из Москвы, из Петербурга, уезжали в это глухое место, живут в бараках, питаются чистой растительной пищей, постоянно повторяют эти мантры, поклоняются Виссариону, а когда они вдруг опомнятся, им некуда ехать, квартира продана, возразиться некуда, денег на билет обратный нет, когда они приходят к претензии к руководению секта, говорят, ну а ты же сам пожертвовал, что же ты хочешь-то, уже все твои деньги не мне принадлежат, а великому разуму, высшему, они уже потрачены, наше благое дело, ничего нету, знаете, и вот таких людей сейчас огромное количество, больше миллиона детей на сегодняшний день вовлечены в различные секты, только детей, и огромное количество взрослых людей попадает в подобные секты оккультного характера, при которых их психика подвергается очень сильному зомбированию, после воздействия талитарных сект, например, секты яговистов, требуется два-три года работы специалистов, чтобы привести человека в более-менее нормальное сознание, чтобы он мог быть полезным деятелем, в сектах человек лишается своей культуры, в сектах человек лишается своего общества, ему внушается, что только сектанты его друзья, что только жизнь по усталым сектам есть настоящая жизнь, и что выйдет из секты, он погибнет, он исчезнет из общества. Вот поэтому, вот поэтому сектанты выпадают из нашей культуры. Они не праздники, для них православная церковь, церковь Сатаны, для них родными и братьями являются только сектанты. Человек выпал из своего народа, погиб для своих ближних. Огромные страдания для семей, для матерей, для ближних. Поэтому, дорогие мои, наше отношение к сектам различного толка, к различного рода оккультистам, магам, экстрасенсам, спиритизмам должно быть очень четкое. Это то, что разрушает, убивает человека, то, что соединяет его с миром падших духов, то, что губит его душу и то, что уничтожает наш народ, наших детей и наших людей. И поэтому не только несогласие с ними, но и обличение их, и противодействие, активное противодействие всех им начинаниям должно лежать в основе нашей деятельности. Не только не участвуйте в неплодных делах тьмы, говорит апостол Павел, но и паче обличайте и из города изгоняйте. Понимаете? Нужно, конечно, активно нам бороться за свой народ, за его духовное здоровье и за своих детей. Вот помните это, дорогие мои. Если то, что мы собираем здесь остаётся с нами после смерти, кто же тогда спасётся? Ведь все мы так или иначе грешны и подвержены страстям. В том-то дело, дорогие мои, что мы с вами грешны и подвержены страстям. И задача нашей жизни, цель, смысл нашей жизни стяжать Дух Святой и избавиться от этих страстей и грехов. Недаром в Евангелии от Матфея говорится, что если соблазняет тебя твоя рука, теки и бросит себя. Лучше с одной рукой войти в Царствие Небесное, нежели с лубями быть верженом в гиену огненную, где огонь не угасает. О чём говорит Господь? О том, что если наша страсть, наша дурная привычка вошла в состав нашей личности и стала нам так близка, как наш член, рука или глаз, то мы должны проявить усилие и вырвать его от себя, пусть это с болью, отречься, отказаться от него, иначе мы не спасёмся, иначе мы погибнем. И вот благодать Божья, Дух Святой помогает нам в этой борьбе. Исповедь в причине святых христовых тайн даёт нам силу изменяться и становиться другими, становиться подобными Богу, становиться святыми, стремиться к этому. Вот если такого перерождения не происходит в человеке, то жизнь его проходит напрасно, но оно происходит постепенно, оно происходит с большими усилиями, оно происходит малозаметно для нас, но происходит. Но для этого требуется большие усилия, большой труд. Как говорили святые отцы, пролей кровь и прими дух. Вот эти усилия таковы, как будто ты кровь проливаешь, ибо себя изменить, себя победить самое тяжёлое, но для этого нам и дана и жизнь. И вот кто это сумеет сделать, тот и стяжет венец вечной жизни. Для тех, кто по какой-либо причине не сумел справиться и избавиться от многих греховных навыков, и существует молитва церкви. Церковь молится за упокой, ближние умерших молятся за них, совершают милостыни, совершают добрые дела в их память, совершают молитвные подвиги, и по их молитвам, по их усердию может происходить частичное прощение грехов и освящение, очищение души. Но требуется много усилий и много молитв. А есть у нас такие молитвники за нас с вами или нет? Вот подумайте, понимаете? Поэтому пока мы живы, прилагайте все усилия. Помните, Бог есть любовь. Бог хочет каждому человеку спастись и прийти в познание истины. Каждому. Но каждый из нас выбирает или Бога, или дьявола. Если мы от всей души хотим измениться, хотим прийти к Богу, мы изменимся и придем. Бог нам поможет. Но надо прилагать усилия. За уши никто в Царствие небеса тебя не затащит. Никто. Понимаете? И это естественно. А мы на сегодняшний день очень расслаблены. Все хотят в рай? Все. Вот современных американцев опросили как-то по телевизору вопрос и спрашивали их, как вы думаете, куда вы пойдете после смерти? В рай или в ад? Сто процентов сказала, в рай. Ну, смотрите, они так комфортно живут, у них все есть, все хорошо, и вдруг какой-то дискомфорт будет после смерти. Это же невозможно, да? Полное отсутствие понимания спасения и покаяния, да? Мы не хотим прилагать усилия, мы хотим спастись, но ничего не хотим для этого делать. Такого не бывает, дорогие мои. Обязательно требуется труд усиленный, крапопыривый, но он венчается венцом вечной жизни. Вот напомните, если оба супруга не сохранили целомудрие до брака, а теперь оба церковные люди овенчались, то их бывший грех, повреждение передастся ли детям, может ли тут быть полное семейное счастье, взаимопонимание. Понимаете, вот того святого и духовного состояния, о котором мы вчера говорили, как было у царя Николая II, цариц Александра, возможно, не будет. Но счастье семейное, мир, взаимная любовь, она, конечно, будет соприсутствовать, но не в той полноте, в какой могло бы быть, если бы они изначально сохранили свое целомудрие. Но еще раз говорю, все зависит от супругов. Если они будут молиться, если они будут бороться своими страстями и побеждать их, то с каждым годом семейное их счастье будет все более счастливое и жизнь их и взаимная любовь будет все более крепкая, будет идти по этапу духовного совершенства. И, конечно же, на детях их, в зависимости от их состояния, будет передаваться та же благодать. Вот, например, разительно отличаются дети, как я наблюдал в семьях, которые рождены до прихода к вере супругов, до венчания и после прихода к вере супругов, после венчания. Просто это наглядно видно даже на детях в каком-нибудь состоянии, да? Но вот наши усилия по воспитанию, по исправлению, по причащению детей все равно дают очень хорошие и благодатные сходы. Поэтому ваша молитва, ваши усилия всегда, конечно, будут венчаны. К сожалению, редко кто в наше время не совершил до брака смертных грехов, редко кто сохранил целомудрия, но, опять же повторюсь, у нас есть таинство покаяния, исправления, это будет гораздо больше труда и усилий, чем если бы мы сразу в нашей чистоте целомудрия начали работу, но все равно достижение определенных духовных соней безусловно возможно. Ответьте, пожалуйста, второй церковный брак тоже распадает, тоже распадется. Кому молиться о сохранении второго брака? Понимаете, дорогие мои, мы с вами живем в такое время, в такое время, когда мы с вами были воспитаны в дне православия, когда вот эти идеалы нравственности, о которых мы сегодня с вами говорим, не вошли в нашу плоть и кровь, и много в нашей жизни мы совершили ошибок, и много поспешных решений, и может быть вот даже вступление в брак, а потом развод, по влюбленности, по ошибке, без раздумий, без выбора, да, и поэтому, конечно же, так сказать, мы в той же степени духовно ущедрые люди все. Ну, так оно и есть, надо честно говорить о том, что мы собой представляем. Но, Господь, еще раз говорю, милостив, Господь есть любовь, и если мы хотим, хотим жить по Богу, хотим созидать себя, хотим созидать семью, и строить его таких духовных началах, о которых мы с вами всегда говорили, то почему же это проглотно распасть? Нет, нет, если мы строим его на христианских православных началах, то он может устоять и может дать нам радость и может послужить нашему спасению. А кому молиться? Вот мы с вами говорим, Петру и Февронию, да, вот как пример, Ксения Блаженной, так сказать, как мы знаем, вот, тоже очень помогает в этих случаях. помогите получить благословение от родителей, кому необходимо молиться. Ну, а на что благословение? Вот видите, благословение же, оно на что для себя есть? На брак. На брак. Значит, ну, вот, чтобы было благословение на брак от родителей, значит, ну, конечно же, надо, так сказать, родителей познакомить с тем, ну, это, если бы было. Да, 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 чтобы он видел и чтобы, вы знаете, во многом родительское сердце не щурит. Вы знаете, и много, я видел родителей, которые даже не были выцерковлены, но сердце им подсказывало, будет удачнее, но и удачнее брак в их дочери. Вот мы будем завтра говорить об этом, но вот за то, что родители много трудятся по воспитанию своих детей, многим жертвуют, им дана особое благодать. благословлять брак, созидать будущее своих детей, молиться за них и помогать им. Не даром, говорят, что родители, молитва матери поднимаются со дна морского. И Господь часто дает родителям предугадать, какой может быть брак, будет он положительный или будет отрицательный. Поэтому нужно обязательно помолиться Богу, попросить, чтобы Господь через родителей явил свою боль. Можно вопрос? Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, как Брагославная Церковь относится к смешанным братам? И может ли повлиять... А что вы меняете под смешанным браком? Вот, допустим, русский, 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 допустим, вот так. И может ли в таком браке родительный здоровый ребенок? У меня просто пример такой есть. Да, да, родительный здоровый. Да, вы родители. Но, видите, вот, опять же, мы говорим о генетической наследственности. Ведь, вот мы завтра будем об этом более подробно говорить, я сейчас только кратко скажу, да, что дети не появляются сами по себе. Дети есть продолжение родителей. Плоть от плоти их, косят кости их, их, естественное продолжение. И все, что есть у родителя, все будет ребенке в той же степени. И если, сейчас, я расскажу, и если, вот, допустим, вот, в этом человеке еврейской национальности, допустим, было собрано, было собрано страшность повышенная, значит, какие-то другие негативные качества, да, то они, безусловно, могут сказаться и на ребенке. Могут сказаться на ребенке, да, и ребенку придется немало поработать, чтобы преодолеть их на себе. Но, вот, если вы имеете в виду физиологические последствия, чисто физиологические, да, то не рекомендуется брать их между разными расами, например, между неграми и, вот, белыми людьми, да. Вот здесь, я могу сказать, из наблюдения личного, я не знаю ни одного такого брака, который бы не расстался. Вот, в моих глазах может быть, и так много этих браков, 12 и 15, которых я знаю, да, но из них ни один не сохранился, когда белая девушка уходила за негра, да, допустим, не сохранился, они жили какой-то период, они даже уезжали там на дверь, и потом все равно расставались. Совершенная моя психика, совершенно новое восприятие реального округающего мира и отношений, да, знаете, не складывается. Вот, насколько я наблюдал, не складывается, может быть, потому, что это негры не были, так сказать, православными людьми, да, у них было совершенно новое мировоззрение, концепция, но вот, такие браки, они, как правило, действительно не складывались. Нет, я имела в виду только это сочетание. А это сочетание, тут я вам сказал, все зависит от человека, от его страстности, от его веры, понимаете, что когда человек православное вероисповедание, да, он имеет за собой много предков православных, да, когда человек другого исповедника, он не имеет за собой этого, а так, чисто телесно, тут нет никаких препятствий. Все зависит, опять же, от личности. Есть, вот, еврейские семьи, до которых, вот, я знаю, прилип христианство, православие, значит, и в нескольких поколениях были там христианами, да, и, так сказать, нормальные дети у них, понимаете, тут нет, обязательно патология не присутствует, я вам скажу, что не обязательно должна присутствовать патология, не обязательно. Самый ответ. Итак, моя дочка, рождена вне брака, у нее плохое здоровье, любит покричать на взрослых, неспокойно, пять лет ее вожу на причастие, часто с двух лет, жизнь посвящая ей, долго причащаясь, есть ли у меня надежда, что со временем она исправит здоровье и отношение к людям. Конечно, есть, конечно, есть, дорогие мои, и, безусловно, есть. Знаете, вот я еще раз хочу вам сказать об отношении к болезням, вот это тоже очень важный вопрос, понимаете, пойма к болезням, и удачи, осуществляется